На настоящий момент можно констатировать, что, первое, проект генерального плана недоработан. В настоящее время, вот мы были на прошлой неделе в главном управлении архитектуры Московской области, по решению губернатора было проведено это совещание, чтобы ускорить процесс принятия генерального плана в преддверии празднования 700-летия. Задача была поставлена в течение трех месяцев этот генплан принять. Естественно, в совет нам перед Новым годом его внесли, недоработанный, несогласованный с правительством Московской области этот генеральный план. И с профильными министерствами и ведомствами. Каждое министерство и ведомство написало соответствующее заключение, например, по кладбищам, как у нас новое кладбище, это планируется в районе Парфенова, там где полигон мусорный. Это же безобразие, я даже комментировать это не хочу, это просто безобразие. При этом на этом же заседании представитель НИИПИ защищал свою позицию, почему они там это кладбище запроектировали. Это я в детали уже углубляюсь, но мы не позволим сделать то, чтобы кладбище было именно там. Таких замечаний достаточно много. Поэтому, видимо, решили отозвать этот проект генерального плана из Совета депутатов и будут его дорабатывать. Также вопрос вызывает то, что в 2010 году были проведены общественные слушания по проекту генерального плана. Это я вам говорю, потому что я принимал в этом деятельное участие. Почему общественные? Для того, чтобы узнать мнение общества, это не публичные были слушания. Процедура публичных слушаний, она немножко отличается, мягко говоря, от общественных слушаний. Публичных слушаний не было, это формальная сторона. То есть генеральный план, он должен приниматься в проект, публичные слушания, внесение изменений в проект и дальше принимать его. За три года администрации не было сделано ничего для того, чтобы провести реально публичные слушания в соответствии с процедурой, законом установленной и так далее. Поэтому вопрос. Также, в связи с чем, я могу подозревать, в связи с чем отозвали проект генерального плана из Совета депутатов, это западный объезд, так называемый. Вот последний вариант, который в главах архитектуры показывали, этого западного объезда, он, конечно, не соответствует тому проекту генерального плана, который есть. А как так? То есть строим западный объезд, на что мы просто захотели именно так его сделать, поэтому и сделали. Правильно? Но не может проектный институт, который работает над дорогой западный объезд, учесть полностью всю транспортную ситуацию, просчитать в городе и так далее. Вот есть НИИП по грандстроительству, которая разрабатывала этот проект генерального плана, это же достаточно серьезный документ. И большая работа, в принципе, была сделана. Это историко-культурное обоснование, транспортная составляющая и так далее. А мы теперь хотим построить западный объезд, не базируясь на вот этих вот всех данных и так далее. Зачем? Почему? Или мы этот проектный институт заставим полностью за нас, за наше поселение сделать фактически транспортную схему нашего города? Этого делать никто не будет. Вы имеете в виду западный объезд, спроектированный НИИП градостроительством, который шел по границе поселения Сергеев Посад и Ходьковского поселения? Там вот там. Нет, ну есть и такой вариант, а здесь вот, где сейчас вот этот западный объезд так называемый, да, там есть улица городского значения. И люди все выступают за улицу городского значения, потому что прежде всего она нужна жителям. А получается так, что нам дорогу регионального значения проектируют, может быть, выделят деньги на это. Что само по себе большой вопрос выяснилось, что денег-то на эту дорогу в программе нет. Вот еще вот какой вопрос. И самое интересное, что она, вот этот вот так называемый западный объезд, он не учитывает наши внутренние местные проблемы и не решает их. Он решает проблему, ну, как нам говорят проектировщики, он решает проблему с транзитным транспортом. Ну, чтобы он ехал не через центр города, в объезд, в смысле, мимо Лавры, а ехал в объезд города. Но вопрос. На публичных слушаниях там, значит, звучали вопросы о том, что можно и бетонное кольцо реконструировать и так далее. Ну, по-другому этот вопрос решить с транзитным транспортом. Поэтому, в общем, я думаю, что сейчас я могу очень долго и подробно рассказывать о западном объезде и о том мнении, которое сложилось в главархитектуре, в правительстве Московской области по данному проекту. Но могу констатировать только одно. На настоящий момент проработанным является только кусок западного объезда, так называемого, от Московского шоссе до пересечения с улицы Загорского. Все. Третий, это первые как бы два этапа. Первый этап до транспортного пересадочного узла, это в районе терминала. Ну, понятно, там, за терминалом. И второй этап, это вот, грубо говоря, от этого терминала до пересечения с улицы Загорского. Ну, на Ходькова дорога, которая идет. Все. Вот эти два, как бы, этапа у них проработаны с точки зрения, значит, оформления градостроительной документации и так далее. Проектную документацию нам, к сожалению, не показывали, поэтому не могу сказать о проектных решениях, о правильности проектных решений и так далее. А третий этап, скажем, от улицы Загорского и до выхода на Новоуглическое шоссе, ну, он еще сырой. То есть год, фактически, проектная организация работает, но результат нулевой. Говорилось изначально, что надо согласование с Лаврой, они не поверили. В итоге, действительно, пришлось с Лаврой согласовывать. Ну, схему прохождения этой дороги. Поэтому теперь это будет в объезды деревни Благовещени, там, и так далее. Ну, окончательного варианта еще нет. Опять же, каким образом будет пристыковываться в районе, там, улицы Пограничной или еще где-то как-то транспортная развязка будет, тоже пока вопросов больше, чем ответов. Продолжение следует...